Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем эфир. Сегодня у меня в гостях Элга Хамитска, аналитик модных трендов, консультант в фэшн-домов, имидж-дизайнер, практикующий стилист, лектор, преподаватель в Богомолов Image School. И сегодня мы будем говорить о фэшн-индустрии, о мире моды, о том, что нас ждёт в следующем сезоне. Элга сотрудничает с неделями моды. Так, сейчас буду подключать. И когда я готовилась к эфиру с Элгой, я вспоминала о том, что происходило в мире моды на карантине. И согласитесь, что очень многое случилось, что нельзя уже сказать, что мир будет прежним. Появился такой предмет одежды, как маска, которую мы уже представляем на себе совершенно свободно. И думаем о том, что это не просто способ защиты себя, а это тоже способ самовыражения. И сейчас я присоединю Элгу. Подгружается. Привет! 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 Рада, рада видеть. Сегодня в моём эфире Элга Хамитска. Я уже немножко представила тебя. И хочу сказать, что для тех, кто нас смотрит в Украине, Элга находится в Риге. Элга – преподаватель Богомолов Image School, школы, в которой я обучалась когда-то очень-очень давно, в 2011 году. С тех пор я посетила неоднократно твои семинары по фэшн-трендам. И я, честно говоря, готовясь к нашему эфиру, просмотрела свои записи. Думаю, ну, надо освежить, освежить в памяти, что было. И сегодня мы будем говорить о том, что происходит в мире моды, что будет происходить в мире моды. К концу я подготовила несколько вопросов. И к концу нашего разговора я хотела бы, так, знаешь, наперёд сейчас закидываю удочку, спросить тебя, что же будет, какой-то форекаст, да, какое-то предвидение будущего. Но это чуть позже. А сейчас… Аналитика моды. Да, да, да. А сейчас первым делом я хочу тебя спросить, конечно же, про недели моды в Милане, которые прошли вот буквально на прошлой неделе. И я понимаю, что я читала твои посты, смотрела твои сториз. И я понимаю, что раньше на показы нужно было иметь какие-то связи особые, чтобы попасть. А в этом году, так как они проходили онлайн, их мог посмотреть на сайте Итальянской палаты моды любой человек. Ну, на самом деле, первое, что хочу спросить и первое поздороваться. И я уже вижу там знакомые наши и студенты, и коллеги пишут. Всем добрый вечер. Меня хорошо слышно? Я тебя слышу отлично. Друзья, кто нас смотрит, поставьте, пожалуйста, какой-то комментарий или плюсик, или что-то напишите нам, что всё хорошо. А я пока закреплю тему нашей беседы для тех, кто будет присоединяться по ходу. Отлично. Да, пишут, что нас слышно отлично. Отлично. Ну что, относительно недели моды. На самом деле, она в диджитал режиме прошла не только в Милане, но миланскую неделю моды, если я отслеживала все недели моды, безусловно, мы смотрим Инстаграм, мы смотрим аккаунты, мы обязательно пишем самим брендам. Но то, что касается итальянской недели моды, я решила всё-таки сделать аккредитацию. И несмотря на то, что неделя моды, она доступна, то в любом случае, так же, как и регулярно обычно, неделя моды – это всё-таки аккредитация для журналистов, для друзей, стилистов, домов мод, для известных людей и авторитетных блогеров. Поэтому в любом случае я делала аккредитацию для чего? Для того, чтобы у меня были пресс-релизы, для того, чтобы я имела доступ к архивам и к той информации, которая всё-таки недоступна для большинства других людей. Поэтому, если мы говорим про неделю моды Digital, то всё-таки зарегистрироваться точно такая же процедура была, как и, в общем-то, регулярная неделя моды. Преимущество сейчас, что мы в онлайн-режиме могли посмотреть показ, да, фэшн-шоу. На мой взгляд, очень хорошо сделал бренд Gucci, который показал закулисье, да, то есть и бэкстейдж, и подготовку, то есть так многогранно показал коллекцию. И, ну, в любом случае, если мы анализируем неделю моды, вот кто-то там пишет, что Ли Эделькорт смотрели аналитику, и тоже всё прекрасно. В любом случае, если профессионал хочет говорить о моде, то он должен всё-таки получать аккредитацию, несмотря на… И там уже это, ну, достаточно узкий групп людей. Слушай, ну, конечно же, хотелось бы, знаешь, так по горячему получить от тебя какие-то инсайты этой недели моды, потому что, я знаю, что от тебя информация – это всегда как из первых рук, потому что я вижу в твоём Инстаграме очень много твоих фотографий с первыми лицами брендов, и, конечно же, мы хотим узнать, что нам, может быть, нужно носить или к чему готовиться. Ты знаешь, я самое первое, что хочу отметить, я этого, ну, этого не было, безусловно, до пандемии, до всех этих мировых событий, не очень приятно, и карантина, закрытие границ и так далее, что я, безусловно, красной нитью, это не только в Милане было и во всех других столицах мировой моды, осознанность. То есть первое, с чего начинались все пресс-релизы, да, то есть если почитать, первое, о чём говорили дизайнеры, практически все, я могу там перечислять бесконечно, примерно начиналось так. Мы о многом подумали, мы многое пересмотрели, и сейчас речь не идёт о кризисе, сейчас я не хочу сейчас о финансовых, да, о мировых аспектах, я хочу говорить про вдохновение дизайнера, про его осознанность. Вот с чего начинались практически все пресс-релизы, очень с личного, очень с персонального, и очень многие говорили о том, а что я есть в этом бренде. Кто-то, как случилось, что не мог попасть к себе домой, и с детьми они остались, допустим, в Швейцарии, не попали в Италию, например. И на карантине, допустим, одна из дизайнеров, План Си, это, кстати, дочка небезызвестной нам ещё одной известной дамы, которая руководила брендом Марни, она говорила о том, что я видела, как там распускаются цветы, как пробуждается природа, и я совершенно по-другому прочувствовала этот мир. И я находилась 24 часа в сутки со своей семьёй, и она мне дала это в коллекцию, то есть она сама фотографировала природу, и потом этот принт наносила на одежду. То есть это совершенно другая эмоция. Очень многие дизайнеры стали говорить про семью, про отношения, про любовь, про... То есть это так вплелось в моду, вот эти эмоции, и очень-очень личное. И я могу сказать, что я увидела, и то, что я прочувствовала, что коллекции стали ещё более персональными. Несмотря на то, что как это мой личный бренд, ну, одежды, может быть, не отражением меня самого. Но из-за гонки, из-за того, что нужно 4 коллекции в год, сроки, дедлайны, неделя моды, прэ-коллекция, коллекция весно-лета, прэ-фолл, потом осеннее, зимнее, да? То есть вот в этом ритме дизайнер, вот это своё вдохновение они не могли проявлять на 100%. И мне очень понравилось, на самом деле, я это и в постах своих уже писала. Меня невероятно удивил Филипп Лайн в своём обращении к своим клиентам, вообще к стилистам, к миру, о том, что я тоже, он тоже задумался о том, ну, вот как это я начинала там, у меня было мало посетителей на показе, потом уже последний показ 6 тысяч людей, да, посмотрела, и он стал задумываться тоже о крафтовости, о том, а не слишком ли быстро он бежит, и он, и в пресс-релизах это было написано о том, что он сейчас делает ставку на нишевость и на качество, он сам пошёл, я не знаю, насколько это, насколько это пиар-ход, вот, потому что Филипп Лайн мастер, но он сам стал за швейную машинку, да, за станок, как говорится, сам стал проверять всё это производство, но что он пообещал своим клиентам, то, что он будет очень много внимания уделять именно качеству, нишевости, а не массовости. Это тоже изображение, да, которое именно для этого бренда, но, так скажем, совершенно не характерно. Или, например, Жак Мюс написал открытое письмо всем, всей прессе, я его тоже получила, о том, что он будет сокращать участие в неделе моды, потому что, ну, мы знаем, что неделя моды и вообще вот этот вот ритм, он стал очень быстрым, и очень много производится товаров. Они решили не принимать участие, пропускать преколлекции, участвовать только два раза, не четыре раза в год, а два раза в год. И объяснили эти тем, что они за осознанное потребление, за то, что мода – это прекрасно, тренды – это великолепно, но давайте задумаемся о мире, давайте задумаемся о том, как много мы носим и как много нам надо. Ну и, конечно, sustainable – это вот, да, устойчивость в моде – это, ну, это вообще красной нитью по всем коллекциям. То есть первое, что я хочу сказать, потом к трендам перейдём, что мода, и я надеюсь, это будет огромный скачок творческий, она стала настолько вот этой тесной персональной, то есть многие дизайнеры, ощущение того, что они как-то по-другому посмотрели на свои коллекции, без взгляда менеджера, ну, с их тоже, конечно, помощью, но без всей вот этой машины модной индустрии. Это же целая огромная иерархия, система налаженная. И дизайнер в этой цепочке, к сожалению, во многих брендах потерял свою значимость и слово. А сейчас мы замедлились, и дизайнер вдруг понял, ну, я же творческая та единица, которая должна творить. Это очень чувствовалось, очень много личного, персонального во всех пресс-релизах. Ты знаешь, то, что ты говоришь, мне очень сильно откликается, так как я профессиональный коуч Эриксоновского университета, и на карантине мои клиенты, с которыми я провожу индивидуальные сессии, коучинги, задавались таким же вопросом. Ты когда сейчас говоришь, у меня даже, знаешь, мурашки по телу, потому что есть такая пирамида дилца, пирамида логических уровней, которая используется в коучинге. И когда вот мы бежим, 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 и у нас такая операционка-текучка, мы на таких более низких уровнях, там, на уровне действий, окружений. А то, что происходит сейчас, вот с моими клиентами, вот то, что ты сказала про дизайнеров, прям мне очень сильно ложится, это более высокие логические уровни, когда человек задумывается, какие ценности, что ценного он несет в мир, кто он в этом мире, и что такого благодаря ему в мире появляется. Это прям очень круто. И я хотела, знаешь, вот ты затронула тему sustainable fashion, да, и я хотела уточнить, ну, как задать следующий такой вопрос. А вот устойчивая мода, да, вот она такая очень достаточно уже, как популярная такая была до кризиса, до карантина. И что сейчас, да, как сейчас? Она видоизменяется, что-то привносится новое, что там такого интересного? Да, она становится обязательной нормой, абсолютно обязательной. То есть, если раньше мы говорили, это модно, потом мы говорили, это обязательно нужно в каждом модном доме. То есть, что такое? На самом деле, я привыкла говорить, да, что это вот как три кита. Этичная, экологичная и устойчивая мода. То есть, мы стараемся не загрязнять окружающую среду, ну, по возможности. Мы стараемся не использовать детский труд, и труд дешёвый, да, когда там оплачивается, там, Бангладеш, когда в странах третьего мира просто копейки совершенно получают, там, в месяц зарплата 30 долларов, может быть, да, то есть совершенно вот этот вот низкий оплачиваемый рабочий труд, то есть этичная мода, да, и, безусловно, детский труд. И устойчивая мода, когда мы очень много стараемся в производстве переработанного использовать материала. Сейчас, на самом деле, что меня радует, то, что и люкс стал к этому относиться достаточно серьёзно. Например, если посмотреть все зимние уже коллекции, да, сейчас неделя мода — это была весна-лето, ну, мужская весна-лето уже 21-го года, и женские преколлекции. И, но до этого, в феврале, уже проходила неделя моды осенняя, да, и женская, мы уже все коллекции видели, мы их знаем, что в пресс-релизах практически в каждом бренде, а вот целым абзацем было обозначено, что в коллекции, что для коллекции они сделали вклад, да, в устойчивое развитие, то есть стенды люксового сегмента, как каньона, например, то есть они переработанный кашемир, или какие-то действия, например, мы вырубили лес, но мы его засадили, да, об этом. То есть на всех-всех-всех этапах мода всё-таки должна быть устойчивой, и сейчас это уже станет, ну, совсем нормой, вплоть до того, что скоро мы не сможем купить даже вещь, то есть это будущее, мы не сможем без чипа купить вещь. Уже сейчас они есть, да, то есть там мы можем посмотреть все этапы, вплоть до того, там, выбрасывают ли в правильные мусорники отходы, да, люди. И сколько зарабатывала швея, которая готовила, и достаточно ли она спала? Если я помню, это, по-моему, ты на семинаре в зимнем рассказывала, что по QR-коду можно посмотреть имя этой женщины, которая изготавливала это чудесное изделие. Да. Ну, это на самом деле очень важный аспект, и почему об этом очень много говорили, и раньше это было так, в новинку, потом стали говорить, это модно, сейчас это не мода. Да, ещё до карантина мы могли говорить о том, что это модно, это какие-то баллы для бренда дополнительные, сейчас это норма. Вот кто этим не занимается и говорит, мне всё равно, он, получается, уже всё, но он, так скажем, не в общем потоке вот этой осознанности, и это не какие-то высокие слова, скоро его просто, ну, я думаю, не будут... Зашеймят. ...в ассоциацию, ну, в ассоциацию, там, там, официальные недели моды или так далее, да, то есть в ассоциации, там, дизайнеров и тому подобное. То есть он просто уже будет за вот этой гранью нормы. Вот. Ты знаешь, вот после твоих семинаров, вот напитываешься информацией, потом начинаешь, когда сталкиваешься с каким-то, там, с каким-то контентом, да, начинаешь вдруг выхватывать какие-то вещи из пространства. И прям вот я получаю рассылку The New World, The Same Human. Новый мир, люди те же, да. И там эта рассылка ресурса, тренд-вотчинг, по-моему, если я правильно помню. И на карантине пришла рассылка про американский бренд обуви, Allbirds, по-моему. Я зашла на их сайт, и прям они показывают вместе с моделью обуви прям сколько, какой уровень, господи, углерода произошло, да, во время не только производства этой пары обуви, но они уже и посчитали, когда утилизируют эту пару обуви. То есть какой вред эта пара обуви нанесла уже в окружающей природе. Ну да, абсолютно верно. То есть сейчас это уже настолько норма. Вот в феврале я была на неделе моды, когда в Милане. Я всегда тоже, помимо всех прекрасных наших известных и авторитетных брендов, я очень люблю смотреть то, что делают молодые дизайнеры. Это выбор в ок, да, талант. И мне очень понравился дизайнер из Индии, который делает, перерабатывает джинсу, но он делает шубы из джинсов, из джинсы. То есть определенным способом там обрабатывает эту джинсовую ткань и получаются такие потрясающе интересные шубы. Причем он их окрашивает в разный другой цвет, даже не типичный для джинсы. То есть это настолько интересно, это настолько... То есть технологии сейчас идут рука об руку еще с устойчивой модой. И на самом деле я не устаю повторять то, что сейчас это действительно уже норма. Когда мне говорят, это модно, я... Это уже не так. Это просто норма, с которой нужно считаться. И всем молодым дизайнерам, кто у меня там консультируется, спрашивает, с чего начинать, то я говорю, обязательный аспект, это вот эти три кита, обязательно. То есть уже без него нельзя ехать на производство. Я понимаю, что сейчас очень много идет речь о том, что чтобы мода была и производство устойчивое, экологичное, этичное, то это дороже. Да, как в условиях кризиса. Но поверьте мне, все сейчас решаемо. Сейчас, во всяком случае, в мире моды все идут друг другу навстречу. Ну, курточка «Ресайклд» на сайте Дизигваль из переработанного материала 499 евро. То есть при среднем чеке в этой марке, там 100-150, достаточно, да, это как бы... Но зато, платя эти деньги, человек чувствует свою причастность к спасению мира. Мы не покупаем одежду, мы спасаем мир. Ну, на самом деле, если задействованы технологии, то да, например, когда я общалась в Милане с Дуалан Студия, это студия, которая занимается инновационными разработками в тканях. Она работает практически со всем люксом. Там вот Шанель, Дрис Ван Нотель, до Прадо, до Чингабана и так далее. Всё сложное, всё, что, где нужны инновации, какие-то сложные, не только там в крое, но и какие-то сложные детали, вообще разработки, новые материалы, это всё они делают. И вот сейчас, я говорила вот создателям этой студии, буквально в феврале, он мне сказал, что самая важная для них задача это вот эти инновации сделать устойчивыми, да? То есть, а это вдвойне, втройне сложнее. То есть, чтобы технология, да, вот рука об руку шла с ещё и устойчивостью в моде. То есть, для них это, на самом деле, стоит такая огромная-огромная серьёзная задача. Поэтому, ну, это есть, это да, но с этим надо просто сейчас... Я рада этому, на самом деле. И если пойти дальше, да, после вот осознанности и устойчивой моды, то сейчас очень большой тренд ещё и на... Не только на, там, переработанные какие-то материалы, но сейчас ещё и большой тренд на то, что давайте покупать меньше. По-другому клиенту появилось много работы, потому что всё большему-большему количеству людей. Интересно, что же такое функциональный тот самый гардероб, когда из, там, условно говоря, 14 вещей я там сделаю 7 комплектов, и они будут прекрасно взаимозаменять друг друга, дополнять и образовывать гармоничную, там, функциональную капсулу. Всем стало это интересно. Потому что, ну, не для всех сейчас ещё, да, так вот чувствуется этот кризис, но для многих. Я думаю, персональный шопинг, стилисты, байеры, ну, мы все это почувствовали, да. Поэтому, как в открытом письме Армани, да, нам сказал, мы вернёмся к классике. Ну, не в том понимании, да, что классика и мы сейчас будем иметь в гардеробе маленькое чёрное платье, да, или там костюм. А в том плане, что мы будем стараться покупать более универсальные вещи. И я могу сказать, что это действительно, это действительно вот в стайлинге, в стилистике это тоже чувствуется. Знаешь, у меня такое ощущение, я вот немножко смотрела коллекции, у меня такое ощущение, что сейчас и в новых коллекциях вещи такое, ну, как будто бы непонятно какого года они. То есть есть какие-то вещи, как будто бы они как будто специально закрывают такую сильно ярко проявленную трендовость, что непонятно, это купили в этом сезоне или это носили когда-то лет 20 назад. На самом деле это уже началось осенью, то есть это ещё до карантина. Мы, во-первых, очень много женственности, то есть тренд на новую женственность. И сейчас мы пришли, то есть если посмотреть, проанализировать осенние коллекции, то уже появился вот этот вот нью-лук. Мы давно не было, 50-е, 20-е, какие-то элементы сороковых. То есть мы, если последние там сезоны, мы там 70-е, такие сложные нулевые, 90-е, да, заигрывания с 90-ми. То есть сейчас достаточно такой серьёзный тренд, это такая новая не только женственность, а возврат вот этому heritage, наследию. Это такой достаточно сильный тренд, который прям, вот если мы говорим про женские коллекции, то это, я уже сказала, да, силуэт нью-лук, это очень такая, даже визуально она элегантная и такая достаточно дословно ретро. Повторюсь, там есть и 20-е, и 40-е, и 50-е, и даже там, то есть 60-е, но начало. Поэтому если мы посмотрим уже весна-лето, допустим, следующего года, очень многие бренды, очень много минималистов стало, появилось ещё больше, то есть расширился вот этот диапазон, да, к тем уже брендам, которых мы знаем, там, от Джей Зандер до Джада, да, до Габриэла Келанджело, те дизайнеры-минималисты, да, там Zero, там скандинавская мода, то сейчас этот вот, вот этот вот круг этих дизайнеров расширился, да, это опять как дань уже вот того, что гардероб должен быть более функциональный, и мы вкладываем в гардероб, и, возможно, я куплю одно пальто, но буду носить его достаточно долго, одно качественное и долгое. Поэтому фаст-фэшн в данном случае, я не могу сказать, что мы меньше там будем в зале, да, покупать, но я могу точно сказать, что, и я это по своим клиентам чувствую, и я вижу по неделе моды, что люкс, он никуда не исчезнет, а в каких-то моментах его даже станет больше. Лучше я куплю одну сумку подороже, но это будет вклад, чем я куплю там 5-10 среднего сегмента, и она перестанет быть там актуальной скоро. То есть вот качество и вложение в одежду как что-то такое очень важное, нишевое для себя, как вложение, это будет усиливаться. Слушай, а ещё у меня сейчас такой вопрос созрел. Когда зимой на семинаре ты рассказывала об одном из трендов, и такой ярко выраженный тренд, ты говорила о том, что see now, buy now. То есть люди хотят, вот сейчас увидел на дефиле, да, и тут же хочет её это купить. Как-то изменилась эта ситуация или нет? Сейчас, в принципе, на самом деле, из-за того, что были там большие задержки по производству, конечно, очень всё запаздывало. Да, то есть, ну, это такая временная ситуация, но, в принципе, это будет развиваться всё больше, да. Это не будет вся мода такой, да. То есть мы посмотрели показы, и все бренды тут же, да, уже готовы это всё отшить. Но эта тенденция, она всё равно останется. Но она останется, знаешь, как, ну, не как кутюр, но всё-таки как более такая нишевая история. И я точно, ну, вот это с уверенностью могу сказать, и могу сказать это по различным своим брендам и контактам, да, с брендами, которые занимаются именно пошивом бесполк, эксклюзивным пошивом, пошивом на заказ. То есть даже сейчас мы заказываем костюмы, мы, я отправляла заказы, мне высылали там из бриони ткани, ну, в Ригу, чтобы я могла их посмотреть для клиента. То есть даже сейчас всё равно это востребовано. Почему? Потому что фастфэшн, вот сейчас мы уже поняли, насколько вот это перепроизводство и быстрая мода, насколько мы от неё устали. И достаточно большое количество людей, повторюсь, да, это не речь идёт о какой-то очень богатой состоятельной прослойке, про неё тоже, но и даже про людей, которые там, молодые бизнесмены, которые хотят себя позиционировать определённым образом, да, определённого социального статуса и знака, они понимают, я лучше сошью на заказ. Да, и поэтому, вернувшись к твоему see now, buy now, если мы делаем pre-order сейчас, это выходит даже дешевле, чем мы потом покупаем в бутике. Почему? Потому что, по сути, этот предзаказ, мы уже заранее говорим, я это куплю. И когда отшивается это на производстве, это уже отшивается непосредственно для определённого клиента. Поэтому выходит, и я сама на практике могу сказать, и мои клиенты невероятно были удивлены, что предзаказы, они выходят даже дешевле, чем мы потом покупаем в бутике. Круто, интересно очень. То есть эта история, она будет продолжаться. То есть сейчас просто был период, когда это было технически сложно сделать. Но сейчас как-то всё восстанавливается. Я хочу сказать зрителям, что эфир будет сохранён, не переживайте, тут нам пишут, чтобы мы сохранили эфир, эфир сохранится, вы сможете его ещё раз посмотреть, всё в порядке. Слушай, не могу не задать тебе такой вопрос. Зная уже, что мода как лакмусовая бумажка, и посмотрев показы мод, или почитав модные журналы, посмотрев каких-то модных инстаблогеров, селебрити, можно приблизительно понять, что происходит в мире, да? Да. Хочу тебя спросить. Вот сейчас такая очень сильно раскачанная тема в Америке, например, как Black Lives Matter, да? Вот много всего сейчас движения за ЛГБТ, да? Ну, очень много разных движений, которые... Сейчас надо будет осторожно в формулировках. Да, и было ли сейчас на неделе мод в Милане какие-то веяния вот в эту сторону? На самом деле это было всегда, абсолютно, да. То есть мода всегда иногда говорит, иногда намекает, иногда кричит. Даже можно вспомнить просто такой, ну, я считаю, очень один из важных показов, и не только в стилистике, а именно вот с гражданской позиции вообще социально важный показ, который был у Лагерфельда, там, где были надписи вышитые, давайте заниматься модой, а не войной. Если мы просто посмотрим каждый год, я уделяю тоже большое внимание посланиям, да? И, конечно, это отражение моды, это всегда отражение нашей действительности. Кто-то может просто сказать, там, в пресс-релизе написать, что мы имели в виду, что мы против насилия, а кто-то может написать буквально вот вышивкой на одежде. Кто-то совершенно по-разному, но обязательно, мода всегда говорит о том, что происходит в мире, и это, конечно, такое достаточно серьезное отражение. И ты говорила про ЛБГТ-сообщество, и скандальная совершенно была рекламная компания «Дизель», которую то запрещали, потом разрешали, да, про любовь, про отношения, про то, что мы все равны и так далее. И на самом деле сейчас я могу тебе сказать, что этого даже не множить, не то, чтобы было меньше, а настолько, вот я повторю то, с чего я начинала, сейчас очень много в пресс-релизах говорилось о личном, о пересмотре, об экологии и, в принципе, о социуме, о мире так много, что я не могу сказать, что сейчас как-то усилилось, да, у дизайнеров, им обязательно надо было как-то высказаться о чем-либо, потому что оказываются они бесконечно. И я повторюсь, пресс-релизы были очень личные, очень многие в первую очередь, даже каждая конференция, которая начиналась, начиналась с того, здоровы ли вы, как ваше здоровье. Я даже, на самом деле, я вся переписка с модным миром никогда не была такой тёплой и где-то даже немножко ближе. Забота такая, да? Да, да, каждый. А как ваше здоровье? А как у вас? Все же с разных стран, со всего мира, да, съезжаются журналисты. И было такое даже вот приятное ощущение, личное. Ещё я обратила внимание, что очень много писем было лично, были даже письма, писанные от руки, потом сделаны копии и отправлены прессе. То есть я о чём хочу сказать, что безусловно, даже, знаешь, было такое, что мы знаем, бренд Диор всегда, Мария Грация Кюри, она всегда отстаивает права женщин, да? И в этот раз её даже кто-то из журналистов немножко так пожурил, обвинил, а почему вы не затронули там ряд очень важных вопросов? Так она каждую коллекцию об этом говорит, да? То есть мне кажется, что сейчас об этом важно говорить, но общее настроение, оно больше, ты знаешь, больше в принципе о том, о пересмотре ценностей в принципе, да? То есть вообще о пересмотре ценностей, о важности там жизни человека, о природе, о рождении, о смерти, то есть очень много вот таких прям серьёзных, да, философских было рассуждений в дизайнерах, и многие говорили, что это новый мир, это новое, это шаг во что-то новое, чего до этого не было, и названия многие коллекции, они именно такие, новый мир, новый путь, в первый раз, и так далее, да, то есть от Прада до некие там бренда Вивета, например, да, и... Очень интересно. Очень многие дизайнеры там обратились к природе, к... То есть увидели жизнь на самом деле, что вот они цветы, вот она там речка, вот они птицы, как всё прекрасно, и давайте как-то смотреть по сторонам. Очень многие дизайнеры провели время с семьёй, то, чего не было до этого. То есть очень... Я повторюсь, очень много личного в этом. А по поводу высказываний, на самом деле, вот сейчас такое время, знаешь, толерантности. То есть все толерантны, и для модных домов это в какой-то степени огромное-огромное такое препятствие в создании коллекции. Почему? Уже даже во многих модных домах есть целый отдел, который занимается тем, чтобы создав коллекцию, да, то есть мы говорим вот о трендах, о вдохновении, создав, а потом целый отдел смотрит, не обидит ли эта коллекция кого-нибудь. Потому что каждый сезон, мы помним, достается то одному, то другому бренду, то Чингабана, да, когда им приходится... Они поддерживали... Сказали... Ну, помнишь, наверное, да, была история, когда они сказали, что однополые... Да-да-да-да-да-да. В семье двух мужчин не может... Они не могут усыновлять детей. Потом они извинялись, потом они даже сделали коллекцию, где однополые браки, да. Так, а чего только стоит эта история с их рекламой, с китайскими моделями и вот этим большим скандалом? Совершенно верно. И мы начинаем с этого. Сейчас вот Каролина Эрера, сейчас большой тренд, да, этномикс. Они выпустили коллекцию и воспользовались вышивкой мексиканской, да, то есть различных районов Мексики. На них... То есть там мисс культуры, по-моему, Мексики, на них... То есть там на государственном уровне на них подали в суд о том, что они не имеют права использовать это культурное наследие, они не имеют права использовать эту вышивку. Непроизведённое на территории Мексики, если я правильно помню. Да, да, да. Непроизведённое на территории Мексики. То есть они... Это плагиат. То есть их... Я хочу для наших зрителей, кто не слушал твои семинары, просто сказать, что введите хэштег Мексика без плагиата. Я правильно помню твою информацию? Видишь? Я хорошо слушала твои семинары. По хэштегу Мексика без плагиата вы сможете посмотреть материалы по этой теме. Да, то есть это интересно. И это всё о том же. Да, то есть когда мы создаём коллекцию, мы понимаем, что дизайнер высказывает своё мнение или нет. И бывает так, что, ну, к сожалению, за каждое своё слово, за каждую майку, где неправильно не там нарисован вышед мальчик, девочка, и уже боятся обидеть, ну, каждого, да? То есть боятся обидеть, ущемить права. И на самом деле это... Вот эта толерантность сейчас, она, конечно, приводит многих дизайнеров в такой творческий... такое творческое замешательство. Я могу творить? Или я всё-таки с огромной... Для меня это такая, знаешь, огромная цензура. Мы говорим, что у нас свобода слова, но на самом деле в какой-то мере это уже всё, цензура. Я не могу об этом говорить. Я не могу нарисовать рисунок, если он вдруг, эта вышивка потом на платье, кому-то покажется обидной. Да? Ну, понимаешь, о чём я говорю. Да, да, да. На самом деле сейчас такая сложность. Я думаю, это не только в мире моды, да, это в различных сферах, но я всё-таки в моде, да, и я понимаю, насколько и как серьёзно это сейчас. Какая-то сложность для дизайнеров быть очень толерантными и даже не спится, не то что высказать своё мнение, а не обидеть кого-то. Да. Заканчиваются разгромами магазинов, как мы помним, да, и Чедема громили магазины в нескольких странах. Из-за футболки, да, на которой был изображён тёмнохожий мальчик, да, там с надписью, там, что-то обе... Не хочу там сейчас напутать, обезьянка, что-то такое. То есть они совсем не имели в виду что-то плохое, да, просто скидывал. Принт, модель и, в общем-то, всё. Угу. Всё. Слушай, у меня такой вот вопрос созрел. Опять же, черпая информацию на карантине, прочитала, что Зара, ввиду того, что локдаун, не смогла провести свои профессиональные съёмки, фотосессии с профессиональными фотографами и стилистами, и разослала свою одежду моделям, и модели стали, выполнили такую роль арт-директоров, сфотографировали себя дома в этой одежде, и эти фотографии пошли, в общем-то, там, не знаю, на сайт или куда-то в кампейны, может быть. И у меня вопрос, а что стилисты делали вот во время локдауна? Как работа стилиста в это время? Все отдыхали или как-то умудрялись работать с клиентами по скайпу, по зуму, онлайн-шоппинг? Как? Онлайн-шоппинг, консультации, ну, в моём случае ещё обучение. Обучение, наверное, даже в большей степени, но действительно было очень много консультаций, очень много было предварительной подготовки, да, допустим, я общалась очень много с брендами, когда уже, когда были недоступны, допустим, итальянцы, да, бренды, тогда была пауза, но работали онлайн-магазины, и мы делали онлайн-шоппинг, потому что в любом случае много сфер не остановили свою рабочую деятельность, поэтому всё равно одеваться нужно было. Очень стали потребованы вот эта аксессуарная зона и зона портретная, да, потому что работают и так далее, и инстаграмы, прямые эфиры и так далее, то есть вся бижутерия, вот все мои дорогие, замечательные друзья, кто занимается бижутерией и ювелирными украшениями, они говорили, что это просто самая лучшая весна в их вообще жизни, да, на одном эфире моя гость, я говорю, ты такая красивая сегодня, она говорит, только не проси меня вставать, ну, скорее всего, говорит, она имела в виду, что она внизу в пижаме, ну, да, это такая, такая, да, есть такой мем и такие шутки по этому поводу, но на самом деле, что делали стилисты, стилисты делали консультации, разрабатывали лукбуки, консультировали бренды, ну, что делала я, то есть создавали, я очень, я на самом деле очень радовала такому небольшому занятию, потому что всегда в такие моменты можно и пересмотреть, вот как дизайнеры, да, что ты делаешь, куда ты двигаешься, и, в общем-то, реализовать давние мечты, я, например, очень давно хотела свой семинар по трендам, немножко его преобразовать, и сделать в онлайн-формате, что-то еще более интересным, это в скором времени уже он выйдет, да, поэтому у меня появилась возможность его переделать, потому что онлайн это совершенно другой формат, это нужно совершенно другие инструменты доносить до слушателей, поэтому у меня будет такое интересное предложение, немножко в непривычном, вот кто меня слушал в формате, и я с огромным удовольствием и большим вдохновением, в общем-то, в период карантина этим занималась. Отлично, ждем. Но я могу еще сказать, что на съемки мы делали, то есть меня уговорили на одну съемку, это буквально за два дня до того, как у нас должен был закончиться карантин, и совершенно, то есть заказчики, им нужно было именно, вот, а два дня у нас еще строгие ограничения, поэтому мы снимали коммерческую рекламу достаточно таких серьезных, интересных, таких люксовых апартаментов в центре Риги, и, ну, это огромный съемочный день, большое количество людей, все соблюдают дистанцию, все с масками, и когда снимали с дрона модель, я по привычке начинаю подбегать к оператору, чтобы посмотреть картинку, все ли в порядке, и режиссер, или там помощник режиссера говорит, дистанцию, соблюдаем дистанцию, это было невероятно сложно, ну, вот в плане работы, но тем не менее, все, все соблюдали, все старались, в общем-то, выполнять, сделали съемку, все прекрасно, но и к тому, что даже как-то так локально небольшими группами мы работали, потому что у нас такого строгого все-таки локдауна не было, то есть мы все равно небольшими группами могли собираться что-то делать. Ну, про Одессу я вообще буду молчать, потому что я, слушая других людей, понимаю, что по сравнению с другими городами и странами у нас карантина не было. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как будет развиваться теперь профессия стилиста? Будут ли востребованы стилисты? В каком формате? Как сейчас будет происходить? Обязательно будут, и сейчас очень много и многое востребовано будут, безусловно, онлайн-сервис, и стилисты, которые сейчас умеют вовремя трансформироваться, сейчас все-таки клиент хочет получать качественную услугу, не только творческую, но и технически оформленную, то есть стилист, который не владеет навыками техническими, который не может адаптироваться и красиво сделать мудборд, визуальные презентации, то есть те, кто быстрее перейдут в онлайн-режим с качественным контентом, с качественными заданиями, с качественным разбором гардероба, то есть это же тоже целая наука и работа. Я на самом деле во время карантина много училась еще этому дополнительно. Первое, как онлайн вести лекции, да, это особенный все-таки навык, там есть вопрос. Как делать анализ гардероба онлайн? Прекрасно, то есть самое, конечно, удобное, да, это когда, я отвечу, да, на вопрос? Да, конечно. Он как раз по теме самое прекрасное это попросить, чтобы клиент сфотографировал все на себе и выслал. Все так же, как мы делаем в обычной практике, да, персонального стилиста, когда мы говорим ваш любимый комплект, ваш нелюбимый комплект и то, что у вас под вопросом. мы, вот для этого, это то, что я говорю, нужно очень структурировать себя, потому что стилисты зачастую очень творческие, а когда мы онлайн, все-таки вот этого время для такого творчества его все-таки меньше остается. Это не к сожалению, это просто как часть вот этого процесса. Чип-лист, да, то есть мы высылаем клиенту, чтобы он без лишней информации четко понял, что ему нужно сделать, как подготовить для вас уже гардероб. Она может все сфотографировать, прислать, или вы можете это делать в режиме онлайн. То есть человек одевает, одевает наряды, вы смотрите, сейчас прекрасные технологии, у всех айфоны, у всех прекрасные камеры, все это возможно. Вот, поэтому на самом деле как байеры сейчас работают, байеры практически все сейчас заказывают в самые дорогие большие магазины закупку делают одежды онлайн, представьте. А обычно байер приходит, модель ему показывает вещи, все на модели, все можно потрогать, все можно увидеть. Вот кто обогатился во время карантина, так это Zoom. На самом деле во время карантина и Google выкатил свое приложение Google Meet, ну реально сегодня столько возможностей проводить все это онлайн, и я могу сказать вот по моей консультационной практике, да, я стала меньше тратить времени на какую-то такую, ну там, доехать, приехать, там с кем-то поговорить, какие-то small talks. Конкретно поработали в Skype или в Zoom отлично, даже как бы такая структура работы получается своего времени. Абсолютно верно, и если еще дополнить, то, ну на моем опыте, да, разбора онлайн, я все-таки рекомендую, я делаю консультацию, и потом рекомендую клиенту самому просто сфотографировать все на себе. Я тогда вижу посадку, мы не тратим драгоценное время клиента, да, на то, что он переодевается, все-все это меряет, потому что в реальной жизни это гораздо быстрее. Если мне нужно потом, я прошу, чтобы он онлайн еще раз мне это все померил. Вот. Все это возможно. Я, безусловно, люблю контакт, да, и общение личное, но надо адаптироваться, в общем-то, к нашим реалиям. и на самом деле услуга персонального стилиста в больших онлайн магазинах она уже присутствует, но сейчас все больше и больше вообще в принципе услуга стилиста, я даже смотрю по Риге и вообще по миру, услуга в огромных там больших department store, в огромных там моллах, уже в каждом есть свой стилист, команда стилистов, которые работают с клиентами. Почему? Потому что все-таки все больше и больше мы говорим даже сейчас, мы понимаем там для кого-то кризис, там сложно, но люди сейчас понимают, я лучше сделаю осознанный правильный выбор, мне из этого многообразия брендов и одежды выберут то самое, я лучше за это заплачу и на этом сэкономлю, в общем-то, да, и не будет тогда лишних покупок. Ну и тревел-индустрия в том числе очень много, ну не знаю, как у вас в Риге, у нас из Одессы огромное количество предложений со стилистом выехать, как даже это не шоппинг-тур, а как развлечение, фото-тур со стилистом, тревел-тур со стилистом, то есть это даже какой-то стал элемент интертеймента, можно так сказать. Да, это модная история, на самом деле сейчас все настолько устали на карантине, мне уже в Прибалтике, как только открыли границы, мне уже писали из Эстонии, когда вот Латвия, Листва, Эстония только открыли друг для друга, да, мне писали литовцы, эстонцы, мои ученики или клиенты, давайте что-то в Риге сделаем, надо какой-нибудь шоппинг-тур, у вас же там что-то есть, я, кстати, готовлю такой тур в Риге, у нас открывается Outlet Village, первый в Прибалтике, кстати, да, для нашей, мы маленькие, да, для нас это прям прям событие, поэтому, ну вот, все происходит, все, открываются какие-то новые магазины, конечно, сложнее всего сейчас с дизайнером, и, наверное, это время объединяться для дизайнеров, это, кстати, вот тоже мода после карантина, да, к этому, да, что локальным маленьким брендам, с одной стороны, сейчас время персонального бренда, все можно развивать онлайн, и я могу сказать, у нас есть небольшие локальные бренды, которые вовремя сделали грамотный сайт, туда наняли стилистов, и они не так сильно их кризис коснулся, но, в принципе, вот маленьким бутикам, маленьким локальным дизайнерам, им, конечно, можно объединяться под эгидой вот одной цели, да, то есть по единомышленникам, да, я вижу вопрос такой, если хочется выжить, нужно объединяться вместе, открывать какие-то интересные дизайнерские концепт-сторы, вот это вот это персональное, я на самом деле безумный сейчас интерес к, во-первых, в каждом локальном городе идёт там стране поддержи своего производителя, сейчас будет вот время этих небольших, маленьких брендов, которые создают уникальные вещи, отслеживают качество, но всё-таки цены у них не такие высокие, да, как там про это партнер в том сегменте, поэтому... Слушай, и у нас осталось буквально шесть минут ещё. Я думала, как быстро время пролетело. Да, ты знаешь, у меня были ещё вопросы немножко из другой сферы, но, видимо, можем как-нибудь ещё раз провести эфир, потому что я думаю, что это целый отдельный мир, и я хочу предложить тебе это время как потратить на такое, знаешь, как фуррекаст какой-то, как предвидение, что дальше, что нас ждёт в, там, не знаю, год, два, может быть, может быть, в мире моды, может, в жизни, в работе стилиста, в обучении, что-нибудь от себя, то, чем тебе хочется поделиться для тех, кто посмотрит этот эфир, и, может быть, в записи потом тоже? Ну, мы станем более осознанными, мы будем покупать меньше, меньше, но лучше, обращать больше внимания на качество, я уверена, что потребление масс-маркета будет спадать достаточно серьёзно, или масс-маркет начнёт уже, как и есть такая тадетция, выпускать такие нишевые, более дорогие линейки, да, и они требованы, потому что очень много об этом говорит статистика, статистика вещь упрямая, очень действительно многие люди задумываются, да, и вот то, о чём мы говорили, переработанные материалы, они есть и в Заре, и в H&M, и в Резерв, в демократичных брендах, и они стоят недорого, и я смотрю по клиентам, если есть возможность купить эко или переработанные материалы, они купят переработанные, потому что я понимаю, что это ещё шаг к осознанности, если мы говорим о трендах, то я уже сказала, что возврат всё-таки кэрри тейдж, к наследию, купить то, что будет ещё иметь дополнительную ценность, то, что можно носить дольше, минимализма будет становиться больше с одной стороны, да, с другой стороны, креативная ниша, она тоже будет расти, то есть есть вот этот, знаешь, и об этом тренд-бюро говорят, что будет часть, определённая часть людей, которые так устали от домашней одежды, от локдауна, который захочет фейерверка, брызга, красок, каких-то сумасшедшей одежды. Это я. Да, и в любом смысле есть даже такой тренд, да, фоказ, предсказания на два года вперёд, уже зная вот кризисные все ситуации, что наоборот, а я хочу ярких красок, и вот часть вот этой аудитории, безусловно, найдутся дизайнеры, которые будут создавать суперкреативную одежду, то есть мода никуда не денется, нету такого, когда вот Филип Пляйн сказал, мода умерла, он имел не это в виду, чтобы возродиться, быть немножко по-новому, но точно будут вот эти направления, конечно, немножко, вот знаешь, почиститься, слишком стилей, слишком много направлений, слишком много брендов, будут переосмысления, очень большие, но креатив останется, да, какое-то время больше мы будем, вот правильно сказал Армани, задумываться о более классическом, а может более функциональном, кто-то в минимализме побольше походит, какой-то год, но даже смотря уже по лету следующего года, креатива будет все равно достаточно, то есть никуда мода не уйдет, мы пересмотрим, вложим, может быть, даже больше души и еще с новой какой-то творческой силой будем что-то создавать, поэтому по коллекциям меньше будет, возможно, не 56 проходов, да, а 25-30, и, кстати, чувствуется, что меньше моделей, да, в показе одном. У всех, но чувствуется, да, это, но креатив никуда он не уйдет, и, можно сказать, уже по коллекциям будут очень интересные новые направления, я уже их анализирую активно, поэтому... Здорово. У нас тут был один вопрос, я его заскриншотила, он не в чате, а отдельно в блоке вопросов, я тебе его перешлю потом в директ, и если тебе откликнется, то ты, может быть, в сторис на него ответишь, если захочешь, поэтому мы не оставили без внимания ваш вопрос, уже совсем мало времени, если Элга будет не против, она выставит в сторис на него ответ. Я тебя благодарю за этот эфир, реально хотелось спросить намного больше, но тоже очень ценную информацию, сегодня очень ценный такой обмен энергии получила, очень ценную какую-то такую на уровне ценностей и таких более высоких логических уровней в мире, прошла наша беседа, я благодарю тебя за это время, благодарю наших телезрителей, телезрителей, инстазрителей за то, что вы были с нами, эфир будет сохранен, и вы сможете его пересмотреть еще раз в моем аккаунте в IGTV, спасибо тебе большое, надеюсь до новых встреч, да, кто не успел задать вопросы, смело задавайте на любом из аккаунтов, да, пишите нам директ, с удовольствием на них отвечу, все, спасибо огромное, что были с нами, спасибо тебе, что пригласила, спасибо тебе за уделенное время, очень-очень было ценно, взаимно, благодарю тебя, до встречи, хорошего вечера, пока, до встречи, уважаемо, pathred и сfo в